Всем привет! Добро пожаловать в Аленка Блог. Сегодняшнее видео будет о редких ароматах моей коллекции, ароматах, которые уже сняты с производства. Какие-то из них еще можно найти в просторах интернета, но, наверное, уже по таким ценам большим. Это видео было запрашиваемое. Я с удовольствием его снимаю для вас, с удовольствием покажу вам свои раритеты, свои раритетные флаконы. Давайте начнем, наверное, с винтажа. Ну, относительно винтажа. Это, по-моему, 90-е какие-то, 90-е, может быть, 3-й, 92-й год. Я не буду уточнять. Я не уверена, какой именно это год. Можно посмотреть на фрагрантики. Это аромат от компании Shiseido Fleur Excellence. Вот так он выглядит. Такая вот бумажная красивая коробка, как шляпная. Очень симпатичная. Она такая потертая уже, но аромат-то винтажный, поэтому ничего страшного. Вот на таком бархатном постаменте у нас находится необыкновенной красоты флакон. Я в восторге от флакона, девочки, но это просто потрясающе. Он как капелька такая росы выглядит. Притертая крышечка. Для меня вообще ароматы от японских парфюмеров, они очень желанны для меня. Именно винтажные ароматы. Их сложно найти. Ну, вот мне сейчас здесь, в Австралии. Я смотрела на ebay. Ничего толком не было. Этот я заказывала в Москве. Мне его привезла мама. Вот такой аромат, вот такой красивый, бесподобный, бесподобный, еще раз повторюсь, флакон. Притертая крышка. Японию я вообще люблю. Я мечтаю побывать в Японии. Мне хотелось бы, конечно, хотелось бы погрузиться в эту культуру, в эту красоту, в это какое-то, знаете, умиротворение, философию. Ну, может быть, знаете, хорошо там, где нас нет, и я туда приеду, и мне покажется все совсем другим. Но, тем не менее, вот все, что связано с Японией, меня всегда будоражило, мне всегда вот вызывало кучу эмоций и большой интерес. Тоже могу сказать и о парфюмерии. Для меня японская парфюмерия — это намек. Это такой полунамек, такое заувалированное какое-то послание. Очень простые композиции, очень такие свежие, воздушные, с деликатным тонким шлейфом. Этот аромат бело-цветочный. И когда мы говорим, да, бело-цветочный аромат, и вот сейчас, да, бело-цветочный аромат — это вот будет охапка белых цветов, туберозы, лилии, жасмин, бьющие в нос, медовые, кремовые или, наоборот, колючие терпки. Здесь это скорее пыльца, пыльца от этих белых цветов, такая вот прям легкая-легкая пыльца, припудренная мускусом. Вот что-то такое, такой вот прям вот шепот, знаете. Очень-очень красивый аромат, деликатный. Деликатный, деликатный, самодостаточный, ну такой вот прям тонкий, мне нравится. Мне он очень нравится, ношу нечасто, надо, наверное, почаще. Надо почаще, ну вот что-то берегу, почему-то не знаю. Так, следующий аромат, я вам его покажу, не знаю, зачем я взяла его в этот обзор, потому что ничего сказать о нем не могу, он у меня до сих пор запечатан. Это Жан Пату, вот такая вот красивая бархатная коробка, и это Жан Пату 1000. Жан Пату 1000. Вот так вот выглядит флакон, тут еще номер, вот так выглядит притертая крышка. Я все же ждала какого-то события, чтобы распечатать эту бутылочку. Надо уже, наверное, распечатать и снять этот процесс и поделиться своими эмоциями с вами. Показываю вот просто вам, что да, есть у меня этот аромат, хочу в будущем его открыть. Может быть, прям вот скоро. Конечно же, конечно же, Midnight Poison. Конечно, Midnight Poison. Для меня вообще все яды диоровские напоминают яблоко. Яблоко из волшебной сказки о Белоснежке. Ну, вот такая мрачная, да, сказка. Вот они, вот, Midnight Poison для меня, вот прям стопроцентное олицетворение чего-то такого волшебного, сказочного, мрачного. Может быть, готического даже немного. М-м-м, красивый. Красивый. Жаль, что сняли. Ужасно жаль, что сняли. Пользуюсь редко, пользуюсь по случаям. Он не на каждый день. Под него хочется вот прям нарядиться, одеть что-то бархатное, роскошное. Знаете, был бы у меня такой плащ бархатный. Я вообще хочу плащ себе такой. Знаете, бархатный плащ с таким капюшоном. Ну, прям хочу. Я бы вот в этом плаще и вся бы в Midnight Poison ходила. Очень-очень красив. Бесподобные почули, диоровская вот эта вот база прекрасная. Вообще, роскошь. Роскошь, роскошь. Жалко, повторюсь, что сняли. Ну, у многих ароматов такая судьба. У красивых ароматов. Их почему-то снимают. Ну, неизвестно почему. Вот, моя любовь. Это моя любовь. Это Александр Маквин Киндом. Вот такое вот красивое, разбитое сердце, наверное, да. Мне очень нравится этот дизайн флакона. Ни на что не похож. Очень красивый вот распылитель. У меня здесь вот столько. Вот столько аромата. Тоже берегу. Тоже берегу, потому что видела в интернете. Специально смотрела. Интересно было, сколько он стоит. Очень дорого. Очень. По этому берегу, не знаю, может быть, когда-то закончится, может быть, нет. Я бы купила, конечно, большой флакон. Ну, ребят, дорого что-то мне показалось. А я его нанесла сегодня. Для меня аромат с горечью этот. Он невероятно хорош собой. Невероятно красивая в нем история. Но вот он приправлен вот чем-то таким вот горьким. Не знаю. Как знаете, бывает идеальная картина. И вот для баланса там есть вот что-то такое вот. Не очень. И вот если этот не очень кусочек убрать, то картина уже будет так себе, да, такая будет. Ну, или слащавая тема, или еще что-то. А вот с этой вот горчинкой, такой вот странной, да, сразу все превращается в какой-то шедевр. Вот для меня в этом аромате есть вот эта вот шедевральная горчинка. Я не знаю, в чем она. Что это за нота, которая делает этот аромат невероятно притягательным для меня, выразительным. И какой-то вот он эмоциональный, не знаю. Бесподобный. Бесподобный. Терпкий, с красивой-красивой розой. Где-то там в середине вот она всплывает. Потрясающий. Потрясающий. Прям вот плачу. Плачу, что нельзя его купить в продаже. Сейчас. Просто так, по доступной цене. Следующий аромат. Вот такой. Почему я его показываю? Потому что это диптих. Аромат Эленте. И этот аромат, как бы, появился, когда только-только бренд этот появился. Вот тогда был такой флакон дизайн у флаконов. Очень такой лаконичный. Видите, здесь еще нет никакой картинки на просвет, вы не видите. А мне нравится этот дизайн. Мне нравится. То есть, это такой прям настоявшийся уже аромат. Ну, можно сказать, винтажный. Эленте. И он просто, он обжигает. Он обжигает. Я его носила, наверное, раз в пять всего. Мне подарила его подруга. Ну, кстати, сколько она носила много. Видимо, он был полегче. Но сейчас, с течением времени, он реально настоялся. Я думаю, он поменял свой цвет. И он обжигает. Я наносила его пару раз. И мне жгло иногда даже кожу. Когда я два, например, сделаю распыление сюда. Вот кожу жжет и даже немножечко так вот зудит. Не потому, что он испортился. Нет. Он пахнет превосходно. Просто он настолько насыщенный. Здесь у нас, вот для меня он, амбра и бальзам. Вот какая-то бальзамическая амбра. Очень такая же прям тягучая, маслянистая. Со специями. Много-много-много-много специй. Он такой на грани какого-то лекарственного даже звучания. Вот прям конкретного лекарственного. Очень красивый. Очень такой, ну, обжигающий, горячий, согревающий аромат. Эленте. Честно говоря, я не знаю, сейчас есть этот аромат в линейке у Дептих. Было бы интересно его обонять. Как он пахнет. Так, следующий аромат. Тоже показываю его. Его можно сейчас купить в Корнере и в Сен-Лоран. Но вот это вот у меня еще старый дизайн. Это аромат Иврес в туалетной воде. Ну, не совсем старый. До этого еще он назывался Шампейн. Вот это вообще раритет. У меня еще не очень. У меня еще не очень раритет. Вот такая вот пробка из-под шампанского. Написано Иврес, туалетная вода. Мне очень нравится эта бутылочка, этот флакон. А что хочу сказать про аромат? Он прикольный. Это не шедевр. Это не что-то такое, вы знаете, грандиозное, сложное. Это просто заряд позитива, заряд хороших каких-то эмоций. Это шампанское, которое я очень сильно люблю. Я обожаю шампанское, поэтому для меня не было вообще даже никаких но, никаких вот просто раздумий купить этот аромат или не купить. А когда я его увидела, я его схватила и довольна до сих пор. Классный. Классный. Люблю его носить летом. Люблю его носить, когда там какой-то длинный уикенд, да, лонг уикенд. И ты можешь куда-то поехать, например, с ночевкой, да, там с одной, с друзьями потусоваться. Или просто на какие-то вечеринки. Или просто хорошим летним днем под хорошее настроение. Вот он отличный. Он отличный, персики и шампанское. Класс. Класс, класс, класс. Класс, класс, класс. Следующий аромат. Многие уже знают, что я его люблю. Кто меня смотрит уже давно, Джулет Хезеган, Citizen Queen. Его сняли. Его сняли, но его еще можно купить в интернет-магазинах. Я не знаю, по-моему, уже вот если в корнере Джулет Хезеган, уже их нет. Ну, у нас, например, точно нет. Интересный. Он интересный. Он очень отличается от всей линейки этого парфюмерного дома. Он не похож. Он вообще не похож на Джулет Хезеган остальные ароматы. Остальные ароматы, они их как-то связывают. Вот это вот там про Ксана нота. И вообще такой вот угадываемый почерк. Этот, ну, мне кажется, он прям вот на несколько голов выше. Он не ретро, но он такой нео-ретро. Современное ретро-звучание пудры, например. Пудры и тут еще у нас кожаные ноты. Вообще вот сочетание пудрово-кожаных аккордов здесь и в аромате Батте Гвинетта мне очень нравится. Вот это вот, ну, вот они прям как-то на мою кожу ложатся. И мне хорошо, и окружающие замечают всегда. Вот этот аромат просто у меня победитель по комплиментам. Вот по комплиментам. Когда я его ношу, ну, стабильно. Ну, ну, не прям каждый день, когда я его ношу. Ну, там, ну, много комплиментов. Короче, он прям ловил. Ловил и спрашивали незнакомые люди и знакомые. Это всегда приятно. То есть на моей коже, видимо, вот он играет очень хорошо. Вот такой вот аромат. Juliet Has a Gun Citizen Queen. Если вдруг увидите, вот, притяните руку и попробуйте. Вдруг понравится. Хороший. Хороший-хороший-хороший. Так, следующий аромат, который я вам хочу показать, это марка «Парфюмерный дом» Миколев. И аромат называется «Jewel for her». Драгоценность для нее. Ее драгоценность. Это шипр. Это шипревый аромат. Для меня вообще попадание с шипрыми. Я очень люблю шипры. Если мне аромат нравится, за, ну, 80% успеха это шипровый аромат. Знаете, вот, если это шипр, то я буду копать. Я буду копать, я буду его изучать, я буду его как-то анализировать. Я хотела сделать видео про ароматы шипровые, но мне кажется, я еще не такой вообще большой знаток, не такой вообще специалист. Вообще, какой я там специалист. Потому что мне кажется, шипревый аромат – это вообще уже высший пилотаж. Они для меня вот самые такие сложные. Ну, на мой нос, наверное, на мой вкус. Это шипр. Это шипр мшистый, специевый, такой… Он не гурманский. Нет, шипрый гурманский не бывает. Такой вот терпковатый, с горчинкой. Как знаете, вот когда вы чай ромашковый завариваете, и вот вы его переварите, и вот первый глоток, вот он дает вот эту горечь. Здесь у нее нет ромашки, но вот эта вот специфическая горечь в этом аромате присутствует. И вот эта вот горечь, мне она очень нравится вот именно в шипровом направлении. Прекрасный, прекрасный, прекрасный аромат. Люблю его. Он снят. Почему я его показываю? Он снят. Его уже нет на официальном сайте Миколев. Если задаться целью, его еще можно найти в интернет-магазинах. Так что имейте в виду. Так, следующий аромат, который я вам хочу показать, это Жо-де-По. Почему я его показываю? Не потому, что я его очень люблю. Я его люблю очень, но в этом видео я его показываю, потому что он уже не выпускается. Вот в таком вот виде. Он уже не выпускается в новом дизайне, тоже прямоугольном, в котором выпускаются другие ароматы. Он теперь выпускается только в колокольцах. Колокольцы – это вот эти вот красивые, ну так это такой сленг, да? Красивые стеклянные бутылочки, которые продаются в фирменных бутиках Сержа Лютанца. Так что, ну, это не печально, потому что у меня есть еще одна коробка, еще не раскрытая. Если бы ее не было, я бы, конечно, берегла вот это вот мое сокровище. Я его обожаю. Я обожаю этот аромат. Он для меня все. Не, он правда очень хорош. Я его люблю. Он странный. Не рекомендую покупать его вслепую, как, впрочем, и все ароматы от Сержа Лютанца. Они капризные. Они со своим каким-то настроением. И если вы не попадаете под это настроение, все, все, это будет дизаст, это будет катастрофа, у вас будет отвращение, как бы, как это странно не звучит. Но вот тем не менее, вот показываю. А теперь его можно найти только в колокольцах, в фирменных бутиках Сержа Лютанца. Поэтому я обожаю. Вот такой аромат. И как он мне достался, это очень-очень приятная история. Ириса Толкачева, моя подписчица. Ириса, привет, если смотришь. Просто, ну, порадовало меня это, ну, мягко сказано. Я просто вот была очень-очень счастлива получить ее посылку, в которой был этот аромат. И еще аромат Сикамор от Шанель. Сикамор я вам не показываю. Сикамор я потом еще буду рассказывать свои впечатления о нем. Но этот аромат я показываю, потому что его уже сняли. Это поцелуй дракона от Кортье. Посмотрите, какая красивая. Какая красивая, какой красивый флакон. Ну, очень красивый, очень-очень-очень, очень-очень. Очень красивый флакон и аромат. Ириса, аромат просто потрясающий. А, знаете, он для меня имеет шипровое направление. Я не знаю точно, не буду говорить наверняка, но мне он шиприт. Шиприт, если есть такое слово. Мне кажется, что это шипр. Не знаю точно, шипр это или нет, но я чувствую здесь мох. Я чувствую здесь вот эту вот специфическую горечь, мною любимую. Он бесподобен, он бесподобен. Под него хочется одеть каблуки. Ну, идеально было бы шпильки вообще. И вот прям вот пойти куда-то, в ресторан. Вот он роскошный. Этот аромат роскошный, обволакивающий. Ошеломительный, я бы даже сказала. Вот он меня ошеломил. Он меня ошеломил своим таким напором, своим характером, остротой. Остротой, с которой я его восприняла. Я, знаете, я думала, что он будет более такой мягкий, какой-то такой теплый. Но это совсем другая история. Нету мягкости. Тепло, да, тепло есть. Но есть характер, есть такой стержень бесподобный. Бесподобный поцелуй дракона. Его, по-моему, тоже еще можно найти в интернет-пространстве. Но вот в Кортье, в бутиках я его не видела, во всяком случае у нас. И в Корнере Кортье, в парфюмерных магазинах тоже его нет. Уже давно, кстати. Вот такой вот аромат. Ириса, спасибо тебе еще раз. Это очень приятно. Я наслаждаюсь. Так, следующий аромат предсказуемо. Шелемар Инициал. Тоже снятость многими любимая. Многие сожалеют, что сейчас его сняли. Но его еще тоже можно найти в интернете. Я не знаю по поводу, как высокая его цена. Но, наверное, он стоит больше, чем Шелемар. Из магазина других версий, которые еще доступны. Моя любовь к Шелемарам была просто без границ. Ну, и она и сейчас остается особенно к классическому Шелемару. Фланкеры. Я не хочу сказать, что я прям большой поклонник фланкеров Шелемара. Вот этот фланкер я бы, наверное, сама не купила. Мне бы подарил его муж. Но с удовольствием я носила его. В основном летом. Он более колючий, более отстраненный. И нет в нем такой вот, вы знаете, объятий мягких, пушистых, горячих, теплых, как в классическом Шелемаре. Здесь он более такой вот строгий, наверное. Наверное, строгий. Красивый цитрусовый старт, красивый ваниль, красивая Шелемарская база. Хороший аромат. Пользуюсь редко. Ну, как-то вот отошла я немножечко сейчас от направления Шелемар. Пока. Ну, еще вернусь, думаю. Закончится, не думаю, что буду гоняться и покупать еще один себе флакон. Вряд ли. Но рада, что у меня есть вот чуть-чуть еще. Будет настроение, буду носить. И следующие два аромата, заключительные, которые я вам хочу показать. Это Гуччи Энви. Гуччи Энви в туалетной воде и Гуччи Энви в Eau de Parfum. Знаете, когда ты чего-то очень хочешь, твои мечты сбываются. Вот я очень, я очень хотела себе аромат Гуччи Энви именно в туалетной воде, который был у меня когда-то, когда я была... Ну, сколько мне было лет? 17, 17, потом 18 и 19. Вот в этот период у меня был как раз вот этот вот аромат. Именно в туалетной воде. Много с ним связано воспоминаний. Ну, вот это, вы знаете, тема машина времени, ароматы машины времени. Вот смело могу сказать, что Гуччи Энви это, да, моя машина времени. На тот момент, когда я его носила, он мне не казался таким гениальным. Ну, вообще, но с другой стороны, тогда вот я помню, все ароматы Гуччи, они были вот особенные. Вот к ним тянулась рука. И мне нравился очень Гуччи Раш у меня был и вот этот аромат. Ну что, это такая колючка, холодная, терпкая, мощная. Такая, вот знаете, здесь такая прохладная листва. Ну, вот такие прям стебли, много-много-много влажных таких прохладных стеблей. И тубероза. Тубероза белые цветы, наверное, немножко мускуса. Классный. Аромат очень классный. Знаете, конечно, он сейчас, может быть, не очень актуальный. Нет, он и сейчас классный. Он и сейчас очень классный. Я его ношу с удовольствием, с огромным. Очень нравится, очень нравится. Он, ну, может быть, потому что он у меня был когда-то. Может быть, если вот сейчас его налить в какой-то другой флакон и поставить там, как новинка Гуччи, не знаю, может быть, я бы на него бы и не клюнула, скажем так. Но вот это я ношу. Это мне нравится. И недавно я у подруги в гостях, в ее ванной комнате, нашла вот это. Это Гуччи Энви в парфюмированной воде. Очень старая бутылочка. Посмотрите, тут уже все отколото. Вся она переколото, заляпана. Такое вот матовое стекло. Она им вообще не пользовалась. Ну, я, конечно же, забрала. Ну, с ее разрешения, естественно. Что хочу сказать. Очень похожи. Две эти версии очень сильно похожи. Эта версия более носибельна, что ли. Она более выровнена. Она не имеет столько острых углов. Вот таких вот, как в том, в туалетной воде. Но этим она мне и нравится меньше. Мне нравится больше острота. Мне нравится больше непредсказуемость. Здесь все более сглажено. Ну, более, наверное, носибельно. Так что имею сейчас две версии Гуччи Энви. Чему бесконечно рада. Потому что смотрела в интернете, сколько стоит Гуччи Энви. Тоже много, много, много. Рада, что вот у меня появился он. На этом все мои раритетные флаконы закончились. Надеюсь, когда-нибудь у меня появятся еще какие-то. Даже не знаю, чего бы я хотела. Я бы, конечно, хотела Александра Макуина еще одно сердце разбитое. 100 миллилитров. И все. И чтобы уже не думать, и чтобы им пользоваться, поливаться от души. Вот. Вот так я бы хотела. Спасибо вам за просмотр. Спасибо вам большое за ваши комментарии. Люблю вас читать. Люблю общаться с вами. Посредством сообщений. С вами была Аленка Блок. Пишите, если у вас есть какие-то раритетные флаконы. Мне будет очень интересно. Все. Всем пока. Ча-ча. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok